Всем, всем, всем доброго утра! Начнем раздавать колоду новостей с приятной вести, восстанавливающей веру в человечество. Всем известная студия Ninja Theory, которая с недавних пор стала частью мелкомягкого гиганта, поделилась со своими фанатами в Твиттере тем, что пожертвовала 25 тысяч долларов фонд некоммерческой организации по борьбе с душевной болью. Mental Health America помогает психически нездоровым людям и пытается повысить общий уровень ментальной стабильности у американцев. В чем же была суть хвастливого твита? Дело в том, что студия во время разработки Hellblade Senua's Sacrifice неоднократно прибегала к помощи душевно больных людей, а выпуская игру на платформе Xbox One объявила о намерении пожертвовать 50 тысяч долларов вышеупомянутый фонд, если Senua будет куплена 100 тысяч раз. Половину суммы разработчики скинули в фонд, когда продажи составили 50 тысяч, а половину на днях, когда заветные 100 тысяч копий были проданы на зеленой консоли. По некоторым данным, игра действительно дает ментально больным игрокам некую комфортную среду, в которой даже удается решать свои внутренние проблемы. Респект таким парням. А не таким вот девчонкам, которые слоняются по миру в поисках артефактов, но не показывают нам при этом ничего интересного. Сайт IGN опубликовал целых 15 минут геймплея Shadow of the Tomb Raider, однако большую часть записи составляют кат-сцены, диалоги и хождение по улицам. На самом деле, Лара там следит за доктором Домингезом, являющимся лидером Троицы. Но никакой уверенности в этом нет, да и кому не плевать. Авторы третьей части перезагруженной Ларки грозятся взорвать нам мозг на Gamescom. Так что попробуем подождать, вдруг там окажется что-то, чего мы не видели в предыдущих двух играх. Если что, ссылка на те самые 15 минут в описании. Кстати, что вы знаете о серии ролевых игр The Bard's Tale? Оригинальная трилогия выходила с 1985 года до 1988, а компания, ответственная за создание классики, а также похвальная Wasteland 2, три года назад собрала с вольного народа сумму в полтора миллиона долларов на разработку The Bard's Tale 4, попутно пообещав бэкерам ремастеры стареньких, но незабытых RPG-шек. Итак, чтобы вы ничего не пропустили, отмечайте в своем календаре. 14 августа выйдет отреставрированная первая часть, Tales of the Unknown. Осенью выйдет вторая, The Destiny's Night, а зимой третья, Thief of Fate. Геймплей был немного подтянут до сегодняшних стандартов, но возможность вернуться к первозданным механикам тоже не потеряется. Четвертая часть, Burrows Deep, кстати, на которую вообще-то и собирали денежки, готовится к релизу 18 сентября этого года. А хотите прикол? Bethesda Softworks, козырнувшая всякими крутыми анонсами на E3 2018, заманила на свою сторону кучу народу, и на тебе! Fallout 76 не выйдет на торговые площадки Steam. Прочесывать пустошные серверы с друзьями-пекарями можно будет лишь после установки себе на комп лаунчера Bethesda.net. Такое решение выглядит весьма необычно. Да, всякие Quake Champions и Fallout Shelter имеют свои плюсы в сервисе Bethesda, но крупные релизы типа Wolfenstein 2 и The Evil Within 2 не обходились стороной дядюшку Габена. Новая Doom или Prey вообще продается в лаунчере с ключами для Стима. Так что пока не совсем ясно, временная ли эта эксклюзивность, или же действительно разработчик желает прибить к своей площадке побольше народу именно волной от нового Фоллыча. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Отпугнет ли вас незнакомая площадка Bethesda.net, или же вас уже отпугнул сам Fallout 76? Кстати, всего пара месяцев до ярчайшего события для нас и вас, друзья. Игромир 2018. И именно там, в преддверии выхода Metro Exodus, на сцене выступит Дмитрий Глуховский, автор книжек о нелегкой подземной жизни в условиях постапокалипсиса. Также писатель будет не прочь оставить свой автограф на ваших любимых книжках, если таковые у вас есть. Ну и разумеется, в саму игру можно будет погонять прямо на выставке. И самое важное, у нас на сайте появилась первая часть истории серии Metro, где вы узнаете о том, как зарождалась вся эта идея. И не пропустите сегодня в 20.00 на нашем твич-канале шоу «Своя игра». А мы продолжаем наблюдение на StopGame.ru